Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова. Я приветствую вас на своем канале Мода HD, мой канал о моде и красоте, а также об умной шопинге. Справа от меня находятся желтые ящики, которые я вчера прокомментировала в одном из своих роликов, но забыла показать. Это ящики, куда можно отнести одежду бывшую в использовании, либо новую одежду, которая потом распределяется. Часть уходит людям, которые нуждаются, не могут себе купить, в различные центры по помощи жизни. А также часть, насколько я знаю, уходит потом на переработку непосредственно на изоляционные панели, что тоже безусловно хорошо. То есть то, что может быть выброшено, и потом искать свое место на свалках. Мы знаем, что проблема планеты заключается как раз таки в том, что некуда все это отвозить, негде все это утилизировать. Очень многие развитые страны используют Африку для того, чтобы вывести свои отходы. То, соответственно, вот такой способ, если у вас есть очень-очень поношенная одежда, не бойтесь ее выбрасывать сюда, не стыдитесь ее выбрасывать сюда, потому как это все будет потом переиспользовано для производства изоляционных панелей. Соответственно, вся эта материя, которая может быть просто выброшена, она будет переработана и принесет пользу прежде всего нам и нашей планете. А сегодня я открываю новую рубрику, буду стараться каждое утро записывать короткое видео, и рубрика будет называться «Лайфхак от Яночки». Когда мы жили в Москве, напротив нашего дома, точнее, в непосредственной близости, рядом с нашим домом, было кафе, которое так называлось – «Кафе у Кариночки». То есть не просто «У Кариночки», а именно «Кафе у Кариночки». И я часто спрашивала у своего мужа, шутила, говорила ему, если бы у тебя были лишние деньги, которые бы ты хотел вложить в мой бизнес, я бы открыла кафе у Яночки. И вот практически сбылась мечта многих десятилетий, я открываю рубрику, так ее назову «Лайфхак от Яночки». Итак, сегодняшний первый лайфхак будет касаться волос, будет полезен всем, у кого волосы слегка касаются плеч, либо полудлинные, как у меня, либо, если вам так повезло, вы смогли отрастить, сохранить длину, и она у вас еще длиннее, то, соответственно, вам тоже будет полезно. Очень простое наблюдение мое, которое подтверждено также наблюдениями девушек на Айреке. Если вы отращиваете волосы, обязательно сходите на этот сайт, там все на русском языке. Девушки очень подробно рассказывают о том, как они смогли отрастить волосы, и их примеры очень стимулируют, потому как можно увидеть, как просто вот белые убитые волосы, перекисью водорода, наверное, перекисью, да, водорода, наверное, смогли из такого варианта отрастить вот шикарные волосы по пояснице. Очень-очень стимулирует вот их у нас именно фотографии. Соответственно, вот такое мое наблюдение. Когда мы выходим на более теплый сезон, мы чаще носим шерстяную одежду, на шерстяной одежде волосы чувствуют себя плохо. Что это значит? Это значит, что они могут прямо-таки вот здесь вот сваливаться в такое некое подобие валенка, либо локоны могут начинать пушиться, как вот у меня вот здесь сейчас. То есть они, возможно, были вот так сначала свита, а потом начинают пушиться, особенно сзади это происходит, потому как сзади больше их соприкосновения, вот именно с шерстяной одеждой. Это связано с тем, что шерстяная одежда обладает микроворсинками, которые путают наши волосы, которые никак не способствуют, скажем так, полировке наших локонов. На чем прекрасно себя чувствуют волосы? И вы на самом деле увидите, что они даже сами себя полируют. Есть такая техника полировки волос, я ее не применяла. Но вот могу сказать, что если вы будете носить больше кожаной одежды, с гладкой кожей, больше шелковой одежды, отсюда у меня такая любовь к шелковым платкам. Я покажу, как я ношу шелковые платки даже с шерстяными шарфами, потому как это позволяет мне, в общем-то, избежать валенка вот здесь, получается, на затылке, в самом основании шеи. В самом основании головы, наверное, правильно будет так сказать. Соответственно, лайфхак очень простой. Если вы отращиваете волосы, если вы хотите сохранить вашу укладку, например, вы сделали ее с утра, и чтобы к вечеру ваши локоны не спутались, выглядели хорошо, примерно так же, как с утра, носите кожаную одежду, носите атласную одежду, носите шелковую одежду. То есть поверхность вашей одежды должна быть гладкой. И, повторюсь, вы увидите, если вы, допустим, неделю будете ходить в кожаной куртке, например, большую часть вашего времени, а, соответственно, дома будете надевать какую-нибудь, ну, не шерстяную вещь, прежде всего, не шерстяную вещь, вы увидите, что волосы действительно полируются. Расскажу о технике полировки волос. Нужно взять просто шелковую ткань, взять какой-нибудь локон, наверное, вот так, и пройтись, как будто бы вы полируете. Я знаю, что многие девушки на Айреке такой способ использовали. Я ни разу не использовала, потому что, когда у меня было время, мне там нечего было полировать. Сейчас у меня, в общем-то, можно наполировать, но нет времени. Но если у вас есть и время, и есть что полировать, то можете и такой способ использовать. А вот такое вот мое наблюдение, вот такое замечание, возможно, окажется полезным некоторым моим зрительницам. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем очень хорошего дня. Это была Инна Скворцова. Пока-пока!